Наталью ждет вертолет. Сергея – целое отделение больных, а Александра – операция по удалению желчного пузыря. Каждый работает в краевой клинической больнице и борется за звание лучшего молодого врача. Атропин, димедрол и анальгин. Эти растворы Сергея использует для местного наркоза. Сегодня он анестезиолог-реаниматолог. Заведует отделением. За плечами пять лет работы. Уверен, ему есть что рассказать. Я вот когда писал, например, отчет, понял свою жизненный путь, какой он, оказывается, не такой уж и плохой был, каким я его считал. Моя задача – организовать работу, то есть в операционный день, организовать, всех направить, со всеми договориться, дать наставление палатным врачам по поводу лечения. Конкурс «Лучше молодой врач» в Алтайском крае проводят впервые. С одной стороны, чтобы поддержать врачей с небольшим опытом. С другой – мотивировать их заниматься наукой. К новым пациентам. Скорая помощь не в силах привезти их в краевую столицу. Оба больны коронавирусом в тяжелой форме. Необходима санавиация. Выезжала в Краснощёково. Вот Наталья Борисовна. Забирала больного с инфарктом мегакарда. Тяжелый больной. Вот Краснощёково, 330 километров. Доехала туда, едет назад. В это время между Поспельхой и Шипунова машина валяет, перевернулась. Стоят гаишники, стоят пожарные. Скорой помощи нет. Останавливает машину, выходит, начинает оказывать помощь. О своих учениках наставники рассказывают охотно. Как и Евгений Сафонов о молодом хирурге. Специалисты разрываются между городом и селом. Будучи из Тольменки, Александр не в силах бросить своих пациентов, односельчан. Это пациент с моего района, он с Тольменской ЦРБ. То есть я его помню и как там. Я его, кстати, в Тольменке, действительно, я его оперировал. Самый первый раз я с острым панкреатитом. Он меня прекрасно помнит. Буквально в сентябре, в начале сентября я был в Тольменке. И он снова поступил ко мне. Я его, получается, в Тольменке принял, направил сюда. Приехал сюда с командировки и начал заниматься им здесь. Дипломы лауреатов, научные работы, а также эссе и отзывы пациентов. Это лишь малая часть критериев, по которым сравнят конкурсантов. Участвуют в конкурсе терапевты, гинекологи, педиатры и другие специалисты. В конечном счете медики поборются не только за статус, но и материальную поддержку. Бюджет конкурса – более 1 миллиона рублей. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.